ну что же друзья вот мы и в миссии католической в городе кармел официального названия кармел он зиси то есть кармел на море и действительно у них есть школа и мы сейчас находимся на футбольном поле этой школы вот вот тут запарковались я слышу какое-то песнопение там хотя может быть это просто играет как это электронная музыка ну посмотрим в общем вот так общая идея у вас есть мы проходим в миссию со стороны школы там говорят вот если вы пойдете отсюда то вы зайдете как бы заднего крыльца да тут как бы меньше машин вот мы ходим это вообще какая-то детская площадка да у нас саша делает репорт поэтому ей все интересно вот такая такой мягкий асфальтик тут такая резинка написано они денежку дали вот эта семья джон и кристи дали денежки для того чтобы построить донейшн сделаю да тут мы в таком тенечке проходим вот смотрите тут какое-то мероприятие фестиваль да я думаю что интересно было бы здесь попрыгать саша хотела попрыгать музыка далека музыка далека вот религиозной католической так тут какая-то торговля тут что-то такое торг торговля происходит в общем короче друзья тут идет бойкая торговля это благовония друзья пахнет пахнет тебе не понравились благовония не понравились ей похоже на ладан да друзья надо прийти понимаешь католическую миссию чтобы такие замечательные кепочки поснимать так ну-ка вот какие шикарные кепки света как покрутить не нравится ну ладно тогда нужно меня маленько как детская шляпка мы мы прошли тут какой-то я не знаю как назвать анфиладу в общем где то что фиеста которая там происходит это не то ради чего мы тут мы-то как раз совершенно для другого здесь дым идет с такой от всякой еды пахнет очень вкусно вот но нам нужна сама мишин и вот саша тут проникла в эту дверь чтобы спросить так а это явно какой-то магазин светик заходи вот такая дверь employees он ли написано а мы тут проникли а это все магазины а это вот тот самый падре хуниперасера который основал эту миссию не только эту окей ну-ка кто не знает этого дядю решетки на окнах друзья видимо опасно было быть миссионером то то вы гляди залезут и обидят это карта миссий калифорнийских вот она здесь висит зашли в магазин в этой комнате друзья жил хуниперасера который создавал миссии вот он тут и он он тут и умер и я смотрю саша здесь читает описание делает заметочки ведь они их так приучают они карандашиком пишут они ручками не пишут карандашками пишут а если чего тут же и затерли мы с вами находимся в музее миссии и так из магазина не заметненько перебрались в музей да что что саша что еще да ты видишь вот то что вниз идет это баха калифорния это в мексике вот этот полуостров такой вниз и это баха калифорния а вот дальше граница и северная граница вот пошли миссии которые организовывались уже на севере лишь они начинали то с юга да это вот иконы тех времен да это все реальные это все реальные помещения они конечно сейчас превращены в такие музейные но этого то как люди жили как здесь открыть нет открыть нельзя заперто мы будем через стекло смотреть видите тут объяснение говорят это большая зала или там приемная миссия вот тут рассказывается вот так вот так люди жили друзья скромный быт печка тут знаете как скромненько скромненько да сейчас уже так не ходит конечно так седло или что это ну да а это друзья вы знаете что это для соблюдения тайной исповеди так вот на ушках прошептал а кто мы не знаем перефразируя слова великого вождя мирового пролетариата можно сказать что настоящим католиком можно стать только тогда когда ты изучишь все богатство знания накопленное до тебя в данном случае католическим человечеством вот ведь как учиться учиться и учиться как вот францисканские подвижники монахи которые осваивали калифорнию ну и не только калифорнию не только францисканцы в принципе тут и иезуиты тоже занимались своими делами но вот как конкретно движение на север это францисканцы там интересные флаги гербы из прошлого а вот пожалуйста это францисканская идет служба она минут через 15-20 закончится и пока она идет мы не можем попасть храм вот а тут такой потолок как не только потолок вообще в целом на этой стеночке значит выдержки из дневников и писем а у них пера серы Играет музыка 24-го года монумент, видите? В память о заслугах Хунипера Сера Такой вот монумент Это икона Самого Хунипера Сера Впечатляет Мне очень нравится, что буквы крупные В книге такие Очень серьезные, легко читать даже без очков Если у кого зрение там, не важно Это вход в миссию с улицы Есть тут дома вокруг стоят В оживленном месте находится Фонтанчик И вот сама базилика Где идет сейчас служение Там слышны оттуда песнопения И Мне неудобно туда с камерой Тем более я еще приговариваю, когда снимаю Вот когда закончится, мы зайдем Поснимаем А вот, знаете, как туалетик выглядит Неплохо Это крошечный музей Тут внутри их несколько, но вот это один И Вот некий человек Он сюда передал свою коллекцию И Сделали вот такой небольшой музей Ну там был музей Самой миссии А это просто А это человек передал из личной коллекции Из частной Из частной коллекции Передал свои предметы сюда Да, а тут у них как бы Кладбищ такой небольшой Прямо на территории Видите, как С именами Вы слышите Песнопение, да? Брежун Прямо на территории Или Помоги Субтитры создавал DimaTorzok Нет, друзья, нет. Духовной пищей сыт до конца не будешь. Нужно и бездуховную тоже. Хотя, с другой стороны, можно ли отказать в духовности вот такой замечательной клубники? Посмотрите, органическая. Кстати, недорого. Обычно корзиночка из трех маленьких корзинок стоит долларов 9-10. Здесь она органическая и за 7. Вот это святым духом, можно сказать. Цена снижается. Помидоры. О, громадные. Сашка, смотри. Громадные. За полтора доллара. Это очень дешево. Это полцены. Морковочка. Это все Certified Organic. То есть оно такое замечательное совершенно. Свеколка. Ну, не то, чтобы сюда кто-то за покупками ходил. В любом случае, мытых точно нет. Но если знать. Друзья, вы когда будете ехать, так вы теперь уже знаете. Смотри, Саша, как тебе помидорчики? Классные. Они какие-то зеленые. Это у них цвет. Да, да, они очень интересные. Цвет зеленый, но я думаю, они вполне созрели. Дымятся, дымятся жаровни, на которых готовится курочка. И не только курочка. Одновременно с этим, друзья. Одновременно с этим. Тут свадьба у людей. И вот это вот, то, что слева сейчас открывается. Это сервис будет такой, видите? Тут шарики, палаточки. Там мы видели место, где сейчас брачуют брачующихся. А вот здесь будет, может быть, еще что-то. Но с музычкой тут, со всеми делами. Приятно, друзья, вот так, когда свадьба. И вот у такого куста будет что вспомнить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У Саши был список вопросов, на которые нужно ответить по итогам посещения миссии. Значит, вот она сидит, записывает. И мы все вместе там по разным документам, которые нам удалось тут подгрести. Мы все это сейчас систематизируем и сводим вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Служба в базилике закончилась. Мы сейчас пойдем внутрь нормально поснимаем, без того, чтобы так там краситься куда-то. Субтитры создавал DimaTorzok Вообще, надо сказать, что миссия была полуразрушена, потому что, когда Мексика отделилась от Испании, то они как бы повели борьбу с этими миссиями и отняли у них земли, разогнали индейцев, которые работали на этих землях. И, собственно, в течение довольно продолжительного времени все это разрушалось, приходило в упадок, но в 1859 году президент Сен-Юнышатов, Бикенен, ее фамилия, он подписал там указ определенного плана, и эти земли вернулись в католическую церковь, и где-нибудь еще лет через 25 началось постановление. То есть вот то, что мы сейчас видим, это результат того, что сто с лишним лет назад начали восстанавливать миссию. Она, в общем-то, была практически уже, ну, практически ее не было. Саша свой материал наговаривает для своего репорта. Да! Да! Девушки отдыхают.